Братья и сестры, в заключении нашего служения я также хочу поделиться кратким словом Господнем, помолиться с вами. Я предлагаю открыть текст Священного Писания, 1-е послание апостола Петра, 4-я глава, 1-е послание Петра, 4-я глава, и прочитаем два стиха, 7-й и 8-й стих. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и ботросуйте в молитвах, 8-й стих. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Братья и сестры, в прошедшем году мы по вторникам проходили два соборных послания Петра, 1-е и 2-е в течение года. И вы знаете, когда мы смотрели на события, в которые писалось это послание, мы отметили, особенность была. Огромные гонения были. Верующие люди, церковь испытывала страшные гонения в то время, когда апостол Петр писал это послание. И целью было для того, чтобы ободрить, для того, чтобы утешить, для того, чтобы наставить. Вы знаете, я просто был поражен, исследуя это писание, что среди всего прочего, когда гонения, братья и сестры, идут, о чем нужно было бы? Ну, может быть, чтобы как-то сохранилась вера, чтобы как-то сохранилась жизнь ихняя, где-то не разбежались. Братья и сестры, я поражаюсь, настолько апостол Петр созидал церковь в то время в тех гонениях. Он дает наставление мужьям и женам, дает наставление, как относиться к начальствам, властям. Он дает наставление о пришествии Господа, о лжеучителях и как нужно вести себя. Абсолютно все, что необходимо для духовной жизни, он дает наставление людям, которые ожидают стук в двери, придут за ними. Детей заберут, домы заберут, на казнь могут послать, лишит всего, братья и сестры. Интересно, мы читаем, что апостол Петр, братья и сестры, кроме прочего всего, он заботился их неправильном духовном состоянии, которое выражается в отношениях друг к другу. Говоря о пришествии Господа, напоминает, что, впрочем, близок конец всему, Христос скоро придет. Поэтому, говорит, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, более же всего, обратите внимание, вот интонация апостола Петра, слова, которые он использует. Что иметь? Готовность встречать Господа? Нет. Имейте, говорит, усердную любовь друг к другу. Вы знаете, в воскресенье мы говорили с вами о том, что христианское взаимоотношение, христианские отношения имеют, как бы, измерение в двух, как бы, происходит. Это по вертикали с нашим Господом Иисусом Христом. Это личное отношение, это то, что не видно, братья и сестры. Это то, когда мы в комнате у себя закрываемся, когда мы читаем, когда мы преклоняем колени, когда у нас есть молитвенное общение, когда Господь посещает нас Духом Святым, утешает нас, братья и сестры. Это та часть жизни, которая в каждом из нас там святой от святых. Но есть отношения наши, которые происходят на уровне, как бы, друг с другом, горизонтальные, как мы говорим. И вот только при таких, когда вот обоюдно происходят наши отношения с Господом друг к другу, Иоанн говорит, что вы будете иметь радость совершенную. Братья и сестры, вот этот вечер, как уже было сказано, это тоже где-то оценка, итог. Мы хотим прийти в воскресенье, правда, чтобы это не было, ну, такое искусственное, знаете, просто формальное, выполнить свой обряд. Да грош цена всему этому, братья и сестры, когда-то жизнь подведет наш итог. Мы хотим, действительно, то, что Господь создал, то, что Христос совершил на Голгофе, чтобы оно бы выражено было в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем служении, в нашей проповеди, в молитвах наших. И поэтому это очень важно, и то, что мы делаем сейчас, я называю, мы испытываем сами себя. Братья и сестры, и мы хорошо понимаем, что во времена и апостола Петра, во времена апостола Павла, во времена Господа Иисуса Христа, все, кто жили, братья и сестры, отношения между людьми, верующими, не всегда складывались идеально, вы согласны? Ну, не получается у нас, братья и сестры, жить, чтобы все идеально было у нас, потому что мы находимся в этой греховной природе, правда, мы обладаем греховной природой, склонностью к огорчению, к обидам, всплеске наших эмоций где-то, где-то гнев проявился, где-то мы покричали, где-то в интонации нашего голоса. Братья и сестры, и анализируя, сколько у нас происходит вот этих моментов, где-то у нас огорчение есть в нашем сердце, обида, где-то мы с кем-то поконфликтовали, а, к сожалению, вот эти обиды, конфликты, они могут тянуться, братья и сестры, очень долго где-то, годами, в семье, между родственниками, в церкви, братья и сестры, и это не может не отражаться на нашу жизнь, на наши отношения и по вертикали, и по горизонтали, и это очень важно. И вот интересно, апостол Петр это прекрасно понимает, и он дает как бы лекарством, говорит, чтобы для того, чтобы у вас был мир в сердце, для того, чтобы в пришествии Господа нам не постыдиться, он дает прекрасный совет. Более же всего имейте неспособность решать конфликты, братья и сестры, быть не обладателем мягкого характера и не особо обладать мудростью. Говорит, будьте больше всего, более всего имейте усердную любовь друг к другу. Вот, братья и сестры, это тема, вот и первый брат говорил Пётру на эту тему, вот у меня на сердце тоже. И задают иногда вопрос, а каким образом это являть? Где вот эту любовь иметь? А какой вообще Пётр говорит речь? Слово интересное, усердное, оно в оригинале, в греческом языке говорится о человеке, который участвует в каких-то особых, знаете, состязаниях или в борьбе. То есть он не просто пассивный, он прикладывает старания, как тот спортсмен, который бежит на дистанцию или поднимает какую-то тяжесть, или делает какой-то бросок. Он прикладывает к этому старания, он хочет проявить, возникает вопрос, где эта же любовь? Братья и сестры, огромная ошибка нас, верующих, мы порой берем эту любовь в наших чувствах и пытаемся ее просто извлечь из нашего багажа, что является грубейшей неправильной ошибкой. Братья и сестры, нету у нас этой любви. Она ограничена. Любовь, о которой говорит Пётр, это любовь Агапе. И где апостол Павел в послании к Галатам, в 5 главе, 5 стих, он говорит, что надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши духом, святым данным нам, братья и сестры. Это любовь действенная. Не любовь связана, чувствуя к брату Славику или нет, что-то, или к брату Владимиру. Испытывая чувства какие-то или нет, не об этом идет речь, братья и сестры. Любовь, о которой апостол Пётр говорит, она прекрасно выражена была апостолом Павлом в 13 главе 1 послания Коринфянам, где апостол Пётр говорит, что любовь, она не превозносится, любовь не завидует. Давайте мы прочитаем 13 глава 1 послания Коринфянам. «Любовь долготерпи» 4 стиха. «Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Братья и сестры, если применить эти качества в практическую нашу жизнь, возьмите ваш вчерашний конфликт, который произошел у вас в семье или на работе, или по телефону, или на этой неделе, что стоит эта обида, огорчение, слухи, разговоры, наши, может, натянутые отношения или какой-то разговор на повышенных тонах, братья и сестры. Да ничего не стоит по сравнению с тем, что, какими качествами обладает. Мне бы хотелось проиллюстрировать такую иллюстрацию, как-то мне так представилось, знаете, если это доска, скажем, да, на нашей экране. Давайте с левой стороны напишем слово «любовь». Представляем с левой стороны, с правой стороны, в этой конце, на этом экране напишем слово «грехи». Какая пропасть огромная, правда? Совершенно два разных по смыслу, по значению слова. Любовь совершенная, в котором нет и тени, и лукавства, и грехи. Ни в одном единственном числе, множеством грехи. Как соединить, где этот мост перебросить, каким образом это все, каким-то образом примирить. А теперь давайте посредине, братья и сестры, напишем одно слово. Покрывает. И что получается? Любовь что делает? Не прикрывает грех, братья и сестры, неправильно. Любовь никогда не может прикрыть грех, потому что грех остается грехом. Но любовь может сделать что-то невозможно по-человечески. Любовь, она может покрыть. Вы скажете, каким образом? Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на одну иллюстрацию, которая оставлена нам в Священном Писании, в Ветхом Завете. Помните, когда Бог сказал Моисею «сделай ковчег» из дерева сетим, размеры, обложи его чистым золотом, положи туда определенных три предмета, скрижали, жест ааронов и манна. Но ковчег был изготовлен, еще один предмет был. На нем была крышка. Не из дерева сетим, покрытым чистым золотом, а из чистого золота. И на этой крышке было что? Два херувима, которые простирали крылья вот таким образом, и лица их были обращены друг к другу. И вот обратите внимание, хотел, чтобы мы сейчас прочитали кое-что. Вот смотрите, книга Левит. Книга Левит, 16 глава. Книга Левит, 16 глава. Прочитаем несколько стихов. С 11 стиха. Книга Левит, 16 глава, с 11 стиха. И придет Орон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет Тельца в жертву за грех за себя. И затем следующее его действие. И возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который при лицом к Господним. И благовонного мелкого истолченного курения полные горсти и внесет за завесу. И положит курение на огонь при лицом Господнем. И облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И 14 стих. И возьмет крови Тельца и покропит перстом своим на крышку спереди. И перед крышкой семь раз покропит кровью сперста своего. Братья и сестры, вот оказалось бы не совсем понятным, для чего это было, это необходимо, братья и сестры. Что там присутствовало? Ковчег? Жертвенная кровь? Там происходило, братья и сестры, процесс прощения, процесс освящения. Дабы мы прочитали, чтобы там не умереть. Он вносил туда, братья и сестры, кровь жертвенного животного. Обратите внимание, покроет. Братья и сестры, что является прообразом любви, самой настоящей золота, правда? Настоящая Божья любовь, вот прообраз является чистым золота настоящим. Это крышка была, братья и сестры, из чистого золота, прообразом вот этой божественной любви, на которой было покропление вот этого жертвенного животного. любовь, братья и сестры, не прикрывает грех, а любовь покрывает и не один, а множество грехов. Помните, пришла женщина в доме Симона, не самого лучшего поведения, и многие из нас бы ее, что, осудили, как и тот человек. А Христос не осудил и говорит, прощаются ей грехи. За что? За то, что она возлюбила много. Оказывается, в этой женщине любовь была, любовь к Иисусу Христу, которая переступила все границы, все порядки, все стандарты, всякие традиции. То, что осудила в глазах людей, но она пришла, упала к ногам Иисуса, изливала свое сердце, слезами омывала ноги, волосами оттирала. А кто мало любит, тому мало прощено. По сути дела, не покрывается. Братья и сестры, я хотел бы еще один показать, один пример, который произошел в глубокой древности с человеком праведным, ноем, в жизни которого тоже были ошибки, грехи и падения, несмотря что он был праведник. Обратите внимание, что произошло в его жизни, если мы откроем книгу «Бытие», 9 главу, и посмотрим на несколько стихов, 9 глава. 20 стих 9 главы. «Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел хам, отец Ханаана, на готу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Афет, взяли одежду и положил ее на плечи свои, пошли задом и покрыли на готу отца своего, лица их были обращены назад, и они не видали на готы отца своего». Братья и сестры, как это практически было? Позвольте немножко продемонстрировать. Впереди находится их отец в очень неприглядной ситуации. И сын уже увидел и пришел, рассказал своим братьям. Они развернулись, братья и сестры, вот так спиной, положили одежды сюда и зашли спиной, и одежды бросили на своего отца. И мы прочитали с вами, братья и сестры, один очень сильный стих. «Лица их были обращены куда? Назад». А что они сзади видели? Здесь есть глубокий прообраз, братья и сестры. Они знали жизнь своего отца. Они видели отца своего там, в прошлом, которого Бог избрал и сказал «Ной, я избрал тебя из этого, может, миллионов людей, которые наполняли землю. Тебя единственного, нет детей твоих, тебя одного праведного. Ты войди и начинай делать ковчег». Они видели дела своего отца. Они видели его праведную жизнь, слышали его проповедь, потому что он был проповедник правды, но не понимали, что их отец, он несовершенный, он такой же от Адама, рожденный грешник. И в отца сейчас эта проблема, он споткнулся, да, он лежит в таком состоянии. Это не значит, что мы должны это сделать, как наш брат. И они покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, они не видели это, братья и сестры, они видели что-то другое. Братья и сестры, вот эта усердная любовь друг к другу, которая покрывает множество грехов. Братья и сестры, кто жил в Советском Союзе в период 90-х годов, помните, было время, когда пришло время перестройки и гласности, их называя открытости. И все, что было в прошлом, жизнь и события многих людей известных, стало достоянием, достоянием таким, знаете, некрасивым, грязным, вытаскивали все подноготную. И весь Советский Союз захлеб читал газеты, журналы, романы, что происходило с тем или другим человеком. И питались, братья и сестры, грехами своих вождей. И весь мир, вся страна погрязала в этой аморальности, братья и сестры. Это не путь, который Господь дал. Апостол Петр говорит, «Более всего, имейте усердную любовь друг к другу». Там, где любовь в избытке, в общении христианском, братья и сестры, многие обиды с готовностью будут забываться и прощаются. Но там, где ее недостаток, братья и сестры, каждое слово рассматривается с подозрением. Каждое действие оценивается пристально, скурпулезно, оправда ли это. А там, где есть любовь истинная, братья и сестры, там есть прощение, там есть благодать, там есть то, что сделали сыновья Ноя, там есть то, что происходило в Ветхом Завете. Там была крышка из чистого золота, на котором падали капли крови жертвенного животного. Братья и сестры, не знаю, как прожит этот был месяц у вас, у меня. Все ли в порядке у нас по вертикали и по горизонтали? И если у нас не все в порядке с нашими ближними, братья и сестры, если у нас где-то обиды годами мы не несем друг на друга, что даже в одни двери мы не хотим зайти в церковь, то я хотел бы, чтобы этот текст Писания сегодня просто нам положился на сердце. Могли посмотреть, что усердная любовь не наша чувственная, эмоциональная, братья и сестры, а практическая наша. Она могла бы сегодня нам просто помочь, освободить наше сердце. И знаете, псалмопевец Давид в 31-м псалме пишет такие слова «Блажен, кому отпущены, и чьи грехи что покрыты». Братья и сестры, мы находимся здесь с вами в доме молитвы не потому, что мы хорошие, а потому, что по милости Божьей, братья и сестры, когда-то Господь Иисус покрыл наши грехи своей благодатью, любовью. И кровь Иисуса Христа, братья и сестры, покрыла нас. Поэтому пусть в нашей жизни, в нашем хождении, братья и сестры, чтобы нам встретить нашего Господа, не в наших запутавшихся где-то о каких-то разбирательствах, сплетнях, обидах, непрощении, горищи, а иметь состояние, которое имел Давид. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. И второй стих он пишет там. Блажен, в чем духе нет, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Поэтому пусть Господь благословит любовь, которая извела сердца наши. Духом Святым это дар. Это не наши усилия и не работа нашего характера. Это дар. Пусть он найдет место в сердце нашем, в наших отношениях друг с другом, в нашей семье и в нашей церкви. И поможет нам, братья и сестры, чтобы день воскресный был днем благословения для всех нас. Аминь. Давайте помолимся в заключении. Продолжение следует...